Человечество Если мы внимательно посмотрим на жизнь человечества, то мы с вами заметим, что мы очень небрежно относимся к нашей жизни. Ну, посмотрите, человек всю жизнь болеет, и он не задумывается, а почему он болеет? Он думает о самой болезни. А он не задумывается о том, а почему он заболел? Почему он заболел? Что такое болезнь? Человек вступает в брак. Он же должен подготовиться как к работе, будущей работе, будущему труду. Он должен подготовиться к браку. Но кто нас готовит сегодня для брачной жизни? Смотрите, мы вступаем на всю жизнь в брак, и даже не знаем, а почему слово «брак» ввели. Брак, бракованность. Откуда слово «брак» появилось? И так каждый раз к чему-то мы прикасаемся с вами, и мы заранее не придаем этого никакого значения. Пищу едим. Нам нужна эта пища, которую мы едим? Нам нужно столько пищи. Нам нужно ее есть в 12 часов ночи, которая будет пища лежать до утра и гнить в желудке. Ну и, конечно, самое главное, смотрите, работу мы можем сменить. Можем еще окончить одно учебное заведение. Но мы в брак вступаем на всю жизнь. Вы вдумайтесь только. Мы в браке будем воспроизводить род человеческий. Вы смотрите, в каком мире мы живем с вами. Мы говорим, мы живем в мире информации. Если бы сейчас показали нам все человечество, 7 миллиардов, 800 миллионов человек, что смотрят люди в интернете? Мы ужаснулись бы. А ведь там можно и найти очень много полезного. Там история всего человечества и вся библиотека человечества. И вдруг мы оттуда выносим самое поганное и ничтожное. Зачем научиться на плохом? Зачем нам повторять ошибки прошлого? Зачем нам включать в свою жизнь причины, которые ведут к болезням, к ранней смерти? Зачем? Это относится к предисловиям к нам с вами сегодня. Если мы сейчас зададим сами вопрос, а что мы сейчас вообще ожидаем от этой службы? Вышел сейчас священник на проповедь. А что мы вообще ожидаем от этой проповеди? Просто так положено по службе? Это один из эпизодов извеньев службы? Проповедь можно сказать в конце службы, можно сказать после Евангелия. Что мы ожидаем с вами от службы и от этой проповеди? Что мы ожидаем от исповеди, когда идем на исповедь? Что мы от нее ожидаем? Мы ожидаем, чтобы просто рассказать о себе, что мы осуждаем. Завтра придем снова, скажем, осуждаем. Поэтому сегодня мы говорим себе, что мы не понимаем, что такое образование. Что можно в этой жизни получить без образования? Ничего. Научиться правильно есть – нужно образование. Научиться в правильной жизни браке – нужно образование. Понимать, что такое лес, что такое вода, что такое воздух, что такое светило – это тоже образование. Без этого не может ничего быть. Образование – это обучение и воспитание. Всегда обучение, воспитание и развитие. Образование должно нас развивать. Если точно сказать, что должно делать образование, образование должно нас оккультурить, возделать. Мы не возделанные, а теперь возделанная. Земля – не возделанная земля. И когда мы ее возделывали, подготовили ее для будущих семян, да еще ухаживаем за этой землей, поливаем ее, если не хватает воды, закрываем эту землю в теплице, чтобы было больше солнца, разве и так не надо относиться к человеку? С нами кто-нибудь занимается таким образом? Мы сами занимаемся с собой так? Вот чем вопрос. Если сегодня такие плоды на планете Земля от нашего поведения, от нашей жизни, значит, мы не образованные люди, мы не оккультуренные. В школу-то мы ходили, но нас там не оккультурили. Что-то нам не додали. Мы говорим, не воспитали. Воспитание – это формирование типа личности. Вот воспитание и есть главное звено образования. А нас только обучают с вами. Информационное образование называется. Поэтому сегодня нам вот эти вопросы задать себе нужно. и ответить на них нужно. Нужно очень ответственно относиться к своей жизни. Смотрите, мы не по своей воле родились в мир, который уже сотворен. Мир, который уже прекрасно действует. Здесь законы действуют в физике, химии, биологии. Нас неправильно учили химии, биологии и физике. Мы же живем в этом мире. Смотрите, когда мы с вами появляемся в этом мире, мы как будто вошли с вами в воду. Вошли в воду. Смотрите, надо плыть. Если не умеешь плавать, утонешь. И мы живем с вами в этом море. Море жизни, житейское море. Мы должны уметь плавать в этом море. Мы должны легко вести себя в этом мире. Мы должны себя чувствовать здесь уютно, комфортно и безопасно. А мы как живем с вами? Едим не знаем что. Говорим непонятно что, какие слова. И ошибки, бесконечные ошибки, ошибки, ошибки. Почему ошибки? Не было материнской школы. Не было отцовской школы. Не было родовой школы. Смотрите, уже три школы. А есть еще социум. Есть общество, община. Смотрите, школ сколько мы уже пропустили с вами. Когда мы приходим в церковь Божию с вами, вот это и есть самое главное в жизни. Если человек не пришел к Богу, то от этого человека уже нельзя ждать чего-то доброго. Когда мы приходим в церковь Божию, то мы должны спросить, что мы желаем получить от Господа. Бога мы называем Господь Вседержитель. Все держит. Господь может нас исцелить от болезни? Ну, конечно. Господь нам может дать образование правильное для этой жизни? Конечно, Он же сотворил этот мир. Он сотворил человека. Господь может нам указать на наши недостатки, на какие-то повреждения. Может Господь нам или нет? Конечно. Для этого что мы совершаем? Диагностику. Мы исповедуемся, это диагностика. И когда мы сказали, я вот такой, 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 такой. Я совершил то-то, то-то, то-то. У меня мысли такие, такие, такие. Все. Диагностика ясна. Если бы нас хорошо с вами исповедовали, то мы свою жизнь бы знали досконально. Когда я исповедую человека, я сразу задаю ему для начала 55 вопросов. Для начала. И когда человек услышит это, он все увидел, всю свою жизнь от начала до конца. От начала до конца увидел жизнь. Как он жил с родителями, с родственниками, с учителями. Все. А вот теперь мы уже говорим дальше, что же дальше делать нам, если наша жизнь вот так сложилась. Что мы можем сейчас поправить? Маленький пример. Вы сели в машину, а в этой машине вместо бензина заправили соляркой. Вместо солярки заправили водой. Поедет машина, если водой заправим? Но не поедет, конечно. Конечно. Значит, если мы будем есть не то, что нашему организму нужно, что с нами будет? Мы не поедем. Но если мы заправим соляркой машину, вместо бензина, забьются какие-то звенья, и она вообще будет непригодна дальше. А если мы требуем от машины, чтобы она ехала, она не едет, а у нее отсутствуют вообще какие-то детали? Или какие-то детали не действуют, или некачественные? А мы требуем, давай, поезжай, машина, поезжай. Она говорит, я не могу ехать, у меня нет деталей. А если у нас место добра, чтобы жить в этом мире зло? А если учительница ненавидит детей? А если жена забеременела, а рожать не хочет, убила ребенка? У нее, значит, повреждение какое-то. Итак, мы пришли к Богу. Вы посмотрите, что происходит. За ним ходило множество учеников и множество народа. И все Иудеи, Иерусалима и приморских мест, Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. Смотрите, все. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные и осупокою вы. Всех призывает. Посмотрите. Всех призывает. И всем обещает, что всех исцелит. А теперь посмотрите, чем Он исцеляет. И весь народ искал прикоснуться к Нему, ибо потому, что от Него исходила сила и исцеляла. Вот где весь смысл. От Него исходила сила и исцеляла. Какая сила исходила от Него? Что за силой от Него исходила? Мы знаем, что когда приходим к врачу, то врачи нам предлагают или лекарства, или же предлагают нам с вами операцию. какая сила исходит от врача? Или Он нам даст лекарство, химическую таблетку, или нам удалит орган скальпелем, или еще чем-то. От Христа исходила сила, которая исцеляла людей, которая изгоняла бесов. первое условие. Христос не пользовался никакими лекарствами. Он не давал людям травы какие-то. Тем более, Он не пользовался скальпелем. Итак, мы пришли сегодня к Господу. Мы пришли от Него исцелиться. Вы посмотрите, иконописец написал образ Божьей Матери. Священник пришел и осветил этот образ. Попросил у Бога благодать, чтобы сошла на этот образ, и осветил его, и окропил еще святой водой. Святой водой, в котором есть благодать Святаго Духа. И вдруг этот написанный кистью и красками образ начинает чудеса творить. Вы вдумайтесь. да, есть Божья Матерь, которую с телом Господь взял на небо. А вот ее образ и ее икона. И вдруг эта икона творит, как будто сама Божья Матерь. Немыслимо. Мы подошли к святому Николаю Годнику, попросили его, была онкология, и онкологии не стало. Без таблеток, без лекарств. Что с нами сегодня произошло? Что вообще произошло с человечеством? С человечеством произошла трагедия и катастрофа. Человечество встало на путь плотской жизни. Человечество встало на путь у нас приоритет тела. А если мы обращаемся к Богу, то послушник Господа апостол Павел нам говорит «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Дела плоти известны, они суть. прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство». Посмотрите, это дела плоти, а мы встали на плотской путь. Но смотрите, что добавляет апостол Павел. «Поступающие так Царство Божие не наследуют». А что это он говорит, друг, сейчас? О каком Царстве Божием говорит апостол Павел? Какое Царство Божие? Вам в какой школе кто-нибудь говорил о Царстве Божьем? Вам в какой школе говорили о том, что с нами будет после смерти тела? И тот же апостол Павел нам добавляет и говорит, плод же Духа, плод Духа, если мы живем духовной жизнью, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, и он добавляет, но таковых нет закона. И еще добавляет, те, которые Христовы распяли плоть со страстьми и похотьми, если мы живем Духом, он сказал, то по Духу и поступать должны. Еще одна тема, которую мы с вами с вами уже прошли. Итак, мы плодские люди, живем по плоти и болеем плотью. Все органы и системы больные. Какое же условие нам нужно для этой жизни? Какое условие? Условие следующее. Мы едим пищу, чтобы иметь энергию для тела, для наших клеток, органов и систем. Мы с вами сходим под солнцем и едем в страны, где солнце наиболее ярко светит, чтобы иметь для тела пользу. Мы с вами пьем хорошую чистую воду, чистое вино, чтобы ублажать свою плоть. Мы одеваемся в одежды какие-то нормальные, теплые, комфортные, красивые. Все плоть. Но есть тайна. А тайна заключается в том, что наша жизнь закончится скоро. У каждого из нас есть маленький отрезок времени для жизни. Нам Господь дает только один день жизни сегодняшний. Вчерашний уже день прошел и никогда не вернется. А завтрашний еще не наступил. И вот этот отрезок от нашего рождения до того от нашего рождения, от нашего просыпания утром, до того времени, когда мы снова ляжем спать. Вот этот отрезок времени. если мы живем с вами 60 лет жизни, то из них 20 лет спим. 20 лет учимся, чтобы получить профессиональное образование. 20 лет зарабатываем пенсию. Все, 60 лет ушли. если еще прибавим к этому, сколько мы сидим за столом в машинах, сколько смотрим телевизор, который разрушает нашу душу и наши клетки. А что у нас остается в жизни? И вдруг конец жизни. И мы понимаем, что все, скоро конец. Конец не от того, что мы с вами имеем большой возраст. Нет, конец не в этом. Что 27 лет у Лермонтова было, это большой возраст был? У Пушкина 38 лет, большой возраст? Поэтому сегодня тайна главная нашей жизни. Что с нами будет после этой жизни? Мы исчезаем с вами или остаемся? Если мы исчезаем, тогда какой смысл вообще всего то, что мы имеем здесь? Для чего? А если мы здесь не остаемся, а продолжаем жить, тогда нам нужно подумать, а какими мы должны быть, чтобы прийти туда для вечной жизни? И тот же Господь нам отвечает на это. Для одних будет ад вместе с падшими ангелами, а для других будет царство небесное, царство Божие. Царство небесное означает место, где нет места бесам, где нет бесов, не бесное. А мы живем в царстве бесном, потому что здесь правит князь мира сего. Итак, мы с вами сегодня оставили царство бесное и пришли на территорию Бога. Смотрите, мы на территории Бога находимся. А что это за территория Бога, храм? Храм это царство небесное. Посмотрите, вот и Аким и Анна, родители Божьей Матери, где они? В царстве небесном. А вот Господь, смотрите, а вот Александр Невский святой, все святые, Серафим Саровский, Николай Угодник, Сергий Радонежский. Посмотрите, где мы? Мы в царстве небесном. Мы можем оказаться в царстве небесном там, вечной жизни, но для этого нужны условия. Нам нужны условия. Какие условия нужны? Каждый из нас сегодня поставил по свечке. Мы принесли свечки. Кто-то поставил Николаю Угоднику, кто-то Божьей Матери. Что это за свечки мы ставим? Кто-то поставил сам себя, кто-то поставил своего сына, кто-то поставил свою дочь, кто мужа, кто жену, кто мать отца. Значит, мы не свечки ставим, мы ставим людей. Но мы просим у Бога чего-то. И как Христос ходил по земле, и за Ним ходили тысячи тысяч людей, желая к Нему прикоснуться, или даже о чем-то попросить Его, так Он был доступен. Но сказано от Него исходила сила, которая исцеляла людей. В Нем была сила, которой Он говорил слова проповедей. В Нем была сила, и Он из этой силы изгонял бесов. В Нем была сила какая-то, и с помощью этой силы Он ходил по воде, укращал бури. Что это за сила? Это благодать Святаго Духа. Вот чего у нас сегодня нет. Вот почему Господь говорит, без Меня творить ничего не можете. Если у нас не будет благодати Святаго Духа, если не будет даров Святаго Духа, мы не доползем до Царства Небесного. Мы можем даже ходить в храм, а в церковь не войдем. Церковь и храм это разное. Храм это дом молитвы, а церковь это догматы, таинства, священное Писание, церковная дисциплина, это святые, ангелы, Божья Матерь, Господь, это больше. Итак, какое условие нам нужно сегодня? Нам нужно условие одно очень важное. Да, нужно покаяние. Об этом говорит Сам Господь. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что это означает? Это означает, каждый из нас может в любой момент покинуть этот мир. Если они Бога не знали и не имели благодати Святого Духа, пойдут в ад. Тогда какой смысл нашего рождения? Какой смысл нашей земной жизни? Скажу вам, земная жизнь это подготовка для будущей вечной жизни. Это как детский сад перед школой и как школа перед профессиональным образованием. Это только подготовка. Это начальный этап еще только. Итак, что нам нужно с вами? Нужно покаяние. Исповедь диагностика. То, о чем мы говорим на исповеди, нужно от этого освободиться. Это и есть покаяние. Попробуйте освободиться от чего-то. Что нам еще не хватает? Покаяние есть. Нам не хватает терпения. Терпения у нас никакого нет. Нет терпения. Почему дети плачут? Почему сейчас так громко плакали дети? А с детьми никто не занимается. Как только дети родились, они должны сразу заниматься руками. Они должны уже что-то делать руками. Надо детей готовить уже для взрослой самостоятельной жизни. А мы за детей все делаем. Поэтому они капризничают. Они требуют от нас, чтобы мы им служили. Не они нам должны служить, а мы чтобы им служили. Поэтому на сегодняшний день мы с вами не получили нужного образования. Терпение нужно. Терпение выражается только в послушании. Пойди принеси это, сделай это, пойди к этому, к этому, пройди соверши это. Итак, нам не хватает покаяния, не хватает терпения, не хватает нам рассуждения, не хватает нам понимания. Чего нам не хватает главного еще. Если у нас не будет главного во всем этом, то дальше движения никакого не будет. У нас нет веры. Вера никуда не годная. Если бы мы вступали в брак и знали, что в браке надо жить вечно, до последнего издыхания, если бы мы верили в своего мужа, в свою жену до конца, если бы мы верили в наш народ до конца, веры не хватает. И конечно не хватает веры Богу. То, что Бог есть, мы все знаем. Нам нужно еще верить Богу. вот в чем вопрос. А что Бог от нас ожидает? Он от нас ожидает, чтобы мы изменили качество нашей природы. Господь ожидает от нас, чтобы мы не телом жили, а душой. И Он говорит, душа выше, чем тело. Потому что у души вечная жизнь. Душа переводится на наш язык жизни. А тело на короткое время взято от земли. Когда мы говорим о вере, то это очень важное слово и понятие, и термин. Смотрите, вера одновременно уверенность в невидимом. Мы просим у Бога, чтобы Господь нас исцелил, а мы должны уже верить в то, что для нас невидима, мы Господа не видим, а мы должны верить, что мы обращаемся к Богу. Смотрите, мы не видим Бога, обращаемся к Нему, и мы должны верить, что мы обращаемся к Богу. Многие говорят, что покажите нам, вы к кому обращаетесь. Я очень просто на это отвечаю. Я на это отвечаю так. Скажите, у вас есть ум? Ну, какой человек скажет, что у него нет ума? Он говорит, конечно, у меня есть ум. Я говорю ему, покажите мне ваш ум. Я говорю, у вас есть душа? Все говорят, конечно, душа есть. Я говорю, покажите мне свою душу. Мы многое в этом мире не видим. Мы не видим суп атомный мир. Мы не видим ангелов, которые не имеют плоти такой, которую мы имеем. И так нужна вера. Смотрите, вера уверенность невидимым, еще не совершившимся. Это доверие. Мы доверяем Богу и говорим, да, Господи, мы верим, что ты есть. И мы верим, Господи, и знаем точно, что ты все исполнишь, что мы попросим. Теперь смотрите, что происходит. Как только мы это сказали с вами, мы можем приступать к Богу. Мы приступаем с вами. Мы принесли ему свою свечечку. Мы ткнули свечечку и пошли. Мы же должны постоять около Господа или около Николая Угодника или возле Божьей Матери и попросить их. Они могут все исполнить, что мы попросим. Но нужно условие, нужна вера. Итак, Христос ходит три с половиной года с проповедью по миру. За Ним ходят тысячи тысяч людей. Больных, бесноватых, слепых, хромых. И для них было одно условие. Они видели Христа так, как вы видите сейчас меня, как вы видите друг друга. Все. Вот Он ходит и любого может исцелить и освободить от чего угодно, от всего плохого. От греха, от болезни, от бесов. Смотрите, нужно одно условие вера. Все, больше ничего. И вот эта женщина, которая истекает 12 лет крови, вот он вошел в Капернаул. и вдруг она сама себе дает установку, если я прикоснусь к нему, я исцелюсь. Посмотрите, потрясающе. Приходит к Христу человек некий, сотник, сотник воин и говорит ему, учитель, приди ко мне в дом, мой слуга заболел. Смотрите, слуга заболел, помоги ему. Христос говорит, да, я сейчас приду к тебе и исцелю его. И вдруг сотник говорит, да нет, Господи, да зачем тебе ходить, не ходить не надо, и время тратить на это, ты только скажи слово, и он исцелится. Посмотрите, ты только скажи слово. Что на это ответил Христос? Он на это сказал, я такой веры даже в Израиле не видел. Какая вера! И исцелился в тот же момент его слуга. Вы смотрите, с кем мы имеем отношение, мы имеем отношение с Богом. Бог позволил нам с собой беседовать на ты. Ты, Господи, помоги мне. Смотрите, человеку позволено беседовать с Богом, Творцом этого мира, жизни и человека. Посмотрите. А исцеление не совершается. Почему? Нет веры. У нас нет веры. И наконец приходят два несчастных человека. Кто самые несчастные люди на земле? Слепые. но мы болеем, но мы хотя бы видим этот мир. Мы хотя бы можем различать предметы. Мы отличаем красивое от некрасивое. Мы знаем, что такое солнце, что такое луна. Мы видим картины, которые воспели Бога, природную среду, людей. мы можем слушать музыку. Слепые. И когда слепые узнали, что вот есть человек, который может их освободить от слепоты, вы вдумайтесь, какое у них было состояние. Вот сейчас он пройдет мимо них, и они останутся слепыми. И тогда они стали кричать, шли за ним и кричали. Они умоляли его, чтобы он их исцелил. Христос любовь, Бог есть любовь. Он подходит к ним и говорит, что вы от меня хотите. И они излагают ему свою просьбу. Мы хотим, чтобы ты нас исцелил от слепоты. И тогда Христос опять задает этот фундаментальный вопрос. А вы верите, что я могу исцелить вас? И они говорят, да, верим. кажется, все совершилось. Нет, не совершилось. А теперь Господь говорит, по вере вашей будет с вами. Теперь уже их исцеляет сама вера их. Вера призывает благодать Святаго Духа. И в скором времени они становятся зрячими. Итак, сегодня вот мы остановились с вами на этом. Мы уже вошли в храм. Мы уже с вами не раз исповедовались и причащались. Мы с вами часто беседуем с Богом, читаем молитвы. Мы с вами читаем молитвы. Мы не молимся, мы читаем молитвы. А Господь говорит молитесь, да не вне идите в напасть. А мы еще только читаем молитвы. Все совершилось уже. Не совершается еще что-то и мы чувствуем столько лет мы ходим в храм с вами, столько лет ходим, а все остаемся такими же, как и были. Мы не стали лучше. Сколько этих исповедей уже. и так исповеди были, а покаяния нет. В храм ходим и они знаем заповеди. А заповеди это наша новая природа. Мы хотим знать, какими мы должны быть, чтобы войти в Царство Небесное. Для этого мы должны жить по заповедям, мы их должны проглотить заповеди, чтобы они у нас проросли. Одна из этих заповедей любовь. Если мы осуждаем, значит, мы не имеем любви. Если мы завидуем, любви не имеем. Если берем чужое, не имеем любви. Если изменяем жене мужу, не имеем любви. И так мы не имеем любви, потому что мы не живем по заповедям Бога. Господь ожидает, чтобы мы изменились. покаяние ведет к изменению. А так как нет покаяния, изменения не совершаются. Мы не изменяемся. Мы не преображаемся. И так мы с вами отметили сегодня, нам не хватает благодати Святаго Духа. Мы мало молимся. Мы мало беседуем с Богом. мы больше беседуем друг с другом о ненужном. И мы так мало времени уделяем, чтобы беседовать с Богом. Мы можем Богу все открыть, можем попросить о чем-то, можем поблагодарить Бога за что-то, за то, что мы родились, за то, что у нас есть муж, есть жена, есть дети. А разве за это не надо поблагодарить? Разве не нужно благодарить за то, что мы проснулись с вами? За то, что мы поели пищу? Разве за это не надо поблагодарить? Разве не нужно поблагодарить Бога за прожитый день? Мы мало беседуем с Богом. Мы мало Его благодарим. И сегодня Божественная Литургия это благодарение Богу. Богу служение это благодарение Богу за все, что я перечислил. Итак, я умоляю вас будьте внимательны каждому дню нашей жизни. Как только мы с вами созреваем или гнием, так и мы отваливаемся. Как только созреем, Господь нас заберет. и ничто нас не остановит. Или когда мы совсем сгнием, Господь тоже нас заберет. А куда деваться? Если яблоко сгнило, оно упадет с дерева. Если оно созрело, оно тоже упадет. Нам нужно точно ответить, зачем мы пришли в Церковь Божию. Нам нужно точно сказать, что мы ожидаем от Господа. Поэтому я прошу вас очень внимательно относитесь и к мыслям, которые к нам приходят, и к желаниям, которые у нас появляются, и к пище, которую мы едим. Поэтому сегодня нужно ко всему относиться внимательно. Жизнь наша очень короткая, она очень короткая, она оборваться может внезапно. Спасибо Господь, Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры